Но у нас, знаешь, самое страшное, что вот что-то, вот мне вот категорически не нравится, что вот у нас все говорят, что спорт бесплатный, и вот все. Ну, как медицина. И потом приходят, говорят, дайте нам денег, потому что мы хотим туда куда-то поехать, когда, например, из бюджета дают, надо, например, 10 тысяч, из бюджета дали 5. И, как бы, родителям, хочешь не хочешь, надо скидываться, там, или, например, дали на еду на, там, 200 гривен, что ты можешь на 200 гривен там покушать? Один-два раза, а когда спортсмену и ребенку надо кушать три раза, причем кушать хорошо. И все равно эти идут до платы. Поэтому мы должны перестать сами себя обманывать и говорить, что вот спорт бесплатен, и просто наладить все процессы, дать возможность нормальным клубам работать, нормальным тренерам работать, совершенствоваться, и дать вот эти вот механизмы. Тогда у нас будет очень большая... А сколько должен тренер разрабатывать на уровне спортивной школы, например, спортивного клуба? Ну, во-первых, в каждом городе по-разному, потому что в Киеве, например, за 10 тысяч это так. А, например, если это в каком-то регионе, то 10 тысяч это достойная зарплата. И тут все достаточно относительно. Насколько пессимистично или оптимистично вы смотрите на, ну, хотя бы даже вот олимпийские виды спорта? У нас на самом деле не очень хорошее достижение ни в зимних видах, ни в летних сейчас. Ну, вот, кстати, вот эта ситуация, которая сейчас сложилась, в принципе, сейчас уже динамика понятна, что Украина зарабатывает меньше золотых медалей, вообще любых медалей любого качества на Олимпийских играх и вообще на чемпионатах мира и Европы. И вот именно вот здесь вот все начинают понимать, что что-то в этом механизме уже поломалось, что вот эта совдеповская система, она уже не работает. Что надо совершенно по-другому смотреть на эти вещи. И вот, к сожалению, динамика нехорошая. Ну вот смотрите, вы пришли в министерство, потом вы реформировали опять, разделили, отделили, да? Вместо вот этих перестановок мебели, я бы хоть раз увидел, чтобы есть последовательная программа, и мы понимаем, что мы делаем 5 лет, через 5 лет, да? Мне кажется, вы сами уже устали от смены министров от этих всех. Ну, как бы вы же профессиональное сообщество. Краще 10-12 лет. Ну, конечно, да. Понимаете, куда страна идет, а так, ну, мы куда-то идем, а куда мы не знаем. К сожалению, это эволюция, я же тебе говорю, что вот понимая все эти процессы, которые сейчас происходят, мы решили пойти в долгую, не короткие какие-то изменения, а вот именно действительно заняться исследованиями, заняться статистикой, чтобы это было конкретно, ну вот, я же говорю, если мы говорим, что Украина теряет в год по 7 миллиардов, это должно быть обосновано, должно быть цифры, должно быть какая-то методология. Слава, вы все равно не чиновники, вы это не... А ты не сможешь уже, ну, когда у тебя ляжет на стол документ, и там будут цифры. Не смогут проигнорировать? Да ладно. Ну, конечно, ну а как? Ну как, у нас профессионалы игнорировать. Ну, профессионалы, ну окей, ну сейчас... Зміни підуть в нашу країну лише, коли це буде знизу, така потреба.